здравствуйте уважаемые трейдеры сегодня понедельник мы опять с нашим видео недельного обзора обзора предстоящих событий макроэкономических и не только вот как раз у меня открыт календарь а для тех кто не знает календарь у нас на сайте admiral markets вы заходите в аналитику и выбираете раздел календарь форекс открывается вот такая прекрасная форма выбираете те флажки ставите те страны которые вам нужны выбираете важность событий но обычно я ставлю три точки но сейчас я открыл все новости чтобы видеть всю картину полноту все и вот тут страна влияние важный сам индикатор текущее значение вот уже вышли некоторые индикатор в понедельник и прогноз какой был но и предыдущие значения опубликованы до до этого вот у нас сегодня уже вышло сразу несколько важных событий состоялось по еврозоне безработица наверное самое важное всего списка из того что уже опубликовано было в понедельник сегодня 9 и 3 процента выше чем того ожидал рынок 9 и 2 был прогноз а значит улучшение ситуации еврозоне на рынке труда ввп не настолько очевидный факт не настолько очевидный чтобы еврозона могла пойти на и cb в еврозоне мог пойти на повышение ставок так что 9 и 3 достаточно высокая цифра хотя мы понимаем что исторически в еврозоне в целом безработица была и остается выше чем соединенных штатах но вот английские ожидали лучший результат мы мы даже потом посмотрим что у нас случилось с евро сейчас после выхода этой новости она буквально вышла час назад не позже что у нас сегодня индекс деловой активности pmi ну средняя важность да и особой интриги тут нет расходы на строительство мало кого интересует и а sm да он может помочь рынкам вырасти если данные выйдут действительно хорошими знаете что snp недавно показал максимумы потом был хороший дневном смысле до дневном понятие хороший разворот коррекция и снова рынке стремятся куда-то вверх так что я думаю на этой неделе если не макро то статистика по прибылим компании так называемая корпоративная отчетности зон отчетности может дать какой-то толчок вы знаете начинается с 1 июля обычно начинается сезон отчетности в штатах компании публикуют отчеты за второй квартал вот этот сезон уже начался посмотрим что он принес компаниям что принес второй квартал компаниям и это мы узнаем именно сейчас дальше ничего интересного с риз вторник сразу ну тут тоже тихо будут выступать член ги цб сразу двое ну вот посмотрим после такой безработицы какое у них будет мнение что они скажут хотя не думаю что прям какие-то откровения будут сразу среда не вижу ничего особо важного вот давайте сразу пропустим почти все вот розничные продажи хоть и важно здесь две до точки звездочки но с точки зрения инфляции розничные продажи это такой предвестник первая ласточка будут указывать на на возможное какое-то инфляционное давление в будущем так что в годовом исчислении особенно вот ожидается немножечко снижение индекса то есть цены якобы будут расти не такими темпами ждет этого рынка посмотрим что будет по факту и вот протокол фрс комитета по операциям на открытом рынке до fmc собственно означает комитет по операциям на открытом рынке и мы узнаем что было на прошлом заседании кто голосовал за повышение за понижение собственно всю распечатку она это достаточно важно потому что ближайшие несколько месяцев рынке абсолютно спокойны по поводу ставки они ожидают что будет всего одно повышение это с вероятностью 50 процентов а то и меньше и это состоится не в сентябре не в июле там это повышение состоится в декабре не раньше то есть фрс сделал все что мог и до декабря никого повышения не будет так что протокол нам даст хоть какое-то понимание по этому поводу четверг но у нас выступление членов фонг после протокола и дипи у нас же неделя нонфармов на первая неделя любого месяца каждого месяца это нонфармы и в среду частная консалтинговая компания и дипи опубликует свой прогноз 185 тысяч ожидается что будет количество то есть и было количество новых рабочих мест за июнь торговый баланс но с каких-то пор он важен для доллара особенно но особо изменений здесь не ожидается пособие по безработице как обычно в четверг вот здесь где-то должно быть вот первичные заявки на пособие по безработице 242 это такие минимальные уровни что на 2000 выше на 2000 меньше ничего не изменится занятость на максимуме за многие годы за десяток и более лет безработица соответственно на минимуме за десяток и более лет дальше опять выступление членов фрс деловая активность уже асм непроизводственной сферы тоже интриги не ждет рынок ну и объемы природного газа и сырой нефти вот запасы собственно прогноз пока здесь не опубликован к сожалению в прошлый раз было был небольшой прирост запасов совсем небольшой но рынке все равно отреагировали на это достаточно оптимистично выросли вот сейчас интриги как раз на рынке нефти очень предостаточно сейчас об этом позже поговорим речь главы цб германии и пятница у нас нон фармы но давайте начнем с европы велика британия индекс цен жилья здесь можно пропустить резервы банка китая на золото может повлиять и на доллар торговый баланс великобритании все это можно пропустить смело и вот сразу да сразу будет у нас нон фармы в прошлый раз они вышли не очень 138 тысяч но вы помните наверное это конечно не сезонность они сезонно откорректированы сглажены но ровно в это же время год назад была такая статистика причем не сто тридцать восемь а тридцать восемь тысяч тут специалисты по нумерологии могут строить догадки но потом резко цифры улучшились то есть это был какой-то из ряда вон выходящий месяц возможно и сейчас так будет посмотрим а может и нет может уже рынок труда дает какую-то слабину рынки ждут сто семьдесят семь тысяч рабочих мест то есть после вот таких вот провальных месяцев нон фармы обретают такую важность особую важность посмотрим что выйдет в этот раз 4.3 безработица ну ниже уже некуда это достаточно рекордная рекордный уровень безработицы ну и для тех кто торгует нефтью в пятницу число буровых установок от пейкер хюкс но это не столь важно в моменте хотя достаточно сильно влияет в итоге а достаточно сильно влияет на цены давайте посмотрим крут light что происходит здесь вот у нас коррекция уже против вот этого сильного движения тут запасы выходили несколько раз потом они стали выходить ну не сильно медвежьи рынок получил какую-то поддержку технические уровни пробил и вот мы сейчас на отметке 45-46 ближайшее сопротивление 46-50 46-60 посмотрим дойдем ли сможем ли пробить ну и основа медведь хотя уровни не прям идеальные для входа но где-то в районе 48 уже можно начинать становиться медведем но учтите сезон повышенного спроса лето впереди у нас сезон ураганов хоть и осталось еще времени немало но и немного месяц максимум и уже начнется сезон ураганов ну и следим за запасами они сейчас играют очень важную роль и еще хотелось бы отметить впервые за долгие месяцы отчет по вышкам по буровым который вот в пятницу выйдет показал снижение вышек вот все время был рост почти за 52 недели что ли подряд не помню точно очень большое количество недель подряд именно было повышение количества буровых увеличения и в этот раз мы увидели маленькое снижение на две вышки у меня собственно все всем желаю удачи прибыли на рынках вот такой небольшой обзор вы теперь знаете в какие дни за какими данными следить нон фармы конечно самая главная интрига недели и для любителей торговли нефтью коим я себя отношу запасы и пятница вот нужно уже осторожно следить почему именно это важно потому что если впервые количество вышек снизилась возможно это снова тренд потому что цены снизились возможно стали уже закрывать часть буровых вот если это тренд то конечно нефть может на этом еще немного вырасти у меня все еще раз желаю всем прибыли на рынках будьте внимательны ставьте стопы забывайте вот что они снизились и забывайте я знаю кто как вас или в принципе выгодите к зимой breaker вотけど дыш Finally дорогая